Очень хорошо. Так, друзья, сегодня мы поговорим о Святом Духе и о Церкви. Я думаю, что с самого начала вот что надо сказать, что Иисус Христос нам не оставил, ну, допустим, какие-нибудь книги им написаны. У нас есть Евангелие, но которое написал не Он, а вот Его ученики. Ну, очевидцы, судя по всему, по крайней мере, первое поколение христиан. Собственно говоря, Он нам даже не оставил какой-то свод законов, как это делал, например, Моисей. Он нам оставил одну заповедь, которую Он назвал своей, а также новой. Эта заповедь звучит так. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Вот Иисус Христос в Евангелии от Иоанна дважды называет эту заповедь. Один раз говорит, «Сия есть заповедь моя», а другой раз говорит ученикам, «Новую заповедь даю вам». Тем самым Он показывает, что она действительно новая. Это то, чего не было до Него. И в каком-то смысле, эта заповедь, потому, по этой причине, мы можем считать эту заповедь, как бы самой христианской заповеди, в квинтэссенции, если хотите, самого христианства. Так что такое новая заповедь? Это заповедь о взаимстве, взаимности. То есть, были заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душею твоей, всей крепостью твоей». Первая заповедь, да? «И ближняя твоего, как самого себя». Вторая заповедь. Но это все было еще до Христа. А вот, что характеризует вот эту новую заповедь? Именно взаимность «Да любите друг друга». И потому это заповедь, которая относится, как бы, логично, обязательно, к некой общине. Вот невозможно применить в жизни эту заповедь в одиночку. Да? «Да любите друг друга», тут надо быть, по крайней мере, вдвоем, или втроем, или больше. Также Христос сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот церковь, собственно говоря, если искать самое, как мне кажется, самое краткое определение, что такое церковь. Вот это и есть церковь. Вот это община, где двое или трое, или больше. Может быть, миллиард людей, или даже больше, как вот все христиане. Христос нам не оставил книг, не оставил законы, вот за исключение вот этой западе, но Он нам оставил, что прежде всего, себя самого. Вот, собственно говоря, таинства, все таинства, но и для христиан, понятно, что главное таинство – это Евхаристия, это присутствие самого Господа с нами. Также таинство – это сама церковь. Так считали, по крайней мере, первые христиане и отцы церкви. Хотя, когда мы перечисляем сегодня уже в 20 веке, в современное время, семь таинств, которые есть в православной церкви, как церковь, как такова, не входит в число этих семи таинств. Но это очень поздняя идея о том, что существует семь таинств. На самом деле их намного больше. И одно таинство, может быть, первое, как бы логично, – это сама церковь. Христос нам оставил себя, и как раз церковь – это то место, где вот это присутствие Христа, как сказать, поддерживается постоянно. Во-первых, благодаря таинствам, благодаря Евхаристии и другим таинствам. Но еще и потому, как я уже сказал, что Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, я посреди них, так же сказал апостолам после воскресения, я с вами во все дни до скончания века. Вот это присутствие, мистическое присутствие Христа, есть церковь прежде всего. Притом, церковь есть вот это присутствие и не что иное. То есть церковь не есть какие-то культурные традиции. Это как бы оболочка, может быть, которую христианство принимает. Ну, допустим, византийская культура для нас, православных. Но это не само содержание церкви. Содержание церкви – это вот присутствие Христа прежде всего. Почему я об этом говорю с самого начала? Потому что, как вы знаете, в нашей стране, в России, огромное большинство жителей России исповедуют православие, считают себя христианами. Но очень часто, если вы задавались вопросы, как-то немножко, как вы сказали, спрашиваете, а почему вы себя считаете христианином? Вот ответ на этот вопрос не всегда может удивить, не всегда адекватный, как мне кажется. Потому что очень многие считают, ну, я русский и потому православный. То есть православный только потому, что это некая культурная принадлежность. Да? Ну, вот как есть, не знаю, блины, как есть какие-то народные традиции русские, в том числе и православие. Но православие и христианство – это нечто намного больше, чем просто какая-то народная традиция. Притом, христианство и в том числе православие – это не дело прошлого. Это не то, что вот наши, простите, в данном случае ваши предки когда-то исповедовали. Это не какой-то уклад жизни, патриархальный, традиционный и так далее. Вот все больше и больше мы говорим о каких-то утерянных традициях, да, о каких-то скрепах и так далее. Но скреп для христианина вот в чем. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот это и есть христианство. Понятно, что если смотреть со стороны правительства и правителей всех времен и народов, но имеется в виду новое время, уже после Христа, скажем, христианские народы и так далее. Понятно, что христианская вера – вещь очень удобная, потому что как бы можно ее использовать для того, чтобы всех поддержать в подчинении. Понятно, что человек, который исповедует христианство, но не будет убивать, скорее всего. Хотя это не совсем так. Потому что, например, если мы смотрим статистику и число абортов в нашей стране, это не так уж очевидно. Понятно, что христианин не будет грабить банк. Ну, большинство случаев, по крайней мере. Но, допустим, соблюдает ли христианин, когда вводит свой автомобиль, когда он за рулем, правила дорожного движения, это уже не так очевидно. Относится христианин с уважением ко всем, именно ко всем, потому что любой человек, даже самый плохой человек, последний из грешников, он, тем не менее, создан по образу и подобию Божьему, и потому он имеет право на уважение. Вот это наше христианство. А это уже не так очевидно. Ну, давайте тогда по порядку все-таки. Иисус Христос во время своей земной жизни призвал какое-то количество людей, своих учеников, сначала 12, потом 70, 72, не очень понятно, разные в английском по-разному приводят это число, но и потом была еще какая-то группа людей, еще более широкая вокруг него, но понятно, что община вокруг Христа вот были самые-самые-самые близкие, потом шире, шире, шире и так далее. Вот эти люди, по крайней мере, те, которые были ближе к Нему, они разделяли с Ним все, то есть в течение трех лет Его общественной жизни и проповеди, они ходили вместе с Ним по дорогам Палестины, они вместе с Ним проповедовали, иногда и без Него, Он их посылал по двое проповедовать и так далее. Они потом были свидетели тех страшных событий, которые произошли, когда Его распяли, когда Он умер, а также стали свидетелями Его воскресения, потому что мы читаем в Евангелии о том, что Христос, воскресший Христос, явился сначала женщинами, если помните, потом Петру, потом еще, потом вот более большая группа из людей, которые Его видели, воскресшего и так далее. А потом по прошествии 50 дней апостолы получили дар Святого Духа. И вот считается, что вот это праздник Пятидесятницы, наверное, у нас будет икона сошествия Святого Духа и есть день рождения церкви. Мы читаем в Деянии Святых Апостолов, когда подходил к концу День Пятидесятницы, они были все вместе, и вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить иными языками, как Дух давал им вещать. Но вы, наверное, помните, что вот в Ветхом Завете ветер очень часто и означает присутствие Бога. Еще и потому, что Дух и ветер это одно слово. Вот Пятидесятница в каком-то смысле это перевернутая, как бы наоборот, Вавилонская башня. Если помните, одно из последствий грехопадения, это то, что люди перестали понимать друг друга. То есть, есть такой образ, что вот Вавилонская башня, вдруг они говорят все на разных языках, не понимают друг друга. Это, безусловно, образ такой невозможного, скажем так, общения словесного, вербального. А вот Пятидесятница – это ровно наоборот. Это потом вот эти апостолы начинают проповедовать, и в, как мы читаем опять-таки в книге «Деяния святых апостолов», находились в Иерусалиме людей из диаспоры, то есть из разных стран мира, которые говорили на разных языках, и каждый понимал их. Вот это и есть рождение церкви. Вот святой дух, который дает фактически апостолам такую, не надо это понимать буквально, тут речь идет не только, по крайней мере, о языках, то есть, а именно об общении. Вот дар языков означает способность общаться, способность передавать. Вот апостолы должны передать всем благую весть. Вот почему они говорят на языках, то есть, выражают эту благую весть, и каждый может их понимать. Апостолы продолжают миссию Спасителя. И мы с вами здесь находимся в этом храме благодаря вот этой миссии, благодаря тому, что апостоли именно продолжали из поколения в поколение. Сначала сами апостоли, потом уже следующее поколение, следующее, 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 и до нас. И мы находимся здесь благодаря тому, что нам кто-то проповедовал именно Евангелие. И Христос сказал, мы читаем в последнюю страницу Евангелия от Матфея, сказал, воскресший Христос сказал, последний раз, когда явился апостол, «Медите, проповедуйте всем народом, крестя их во имя Отца и Сына, и Сятаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». И вот мы возвращаемся к тому, что я сказал в начале. То есть, они проповедовали всем народам, то есть, точнее даже, это место можно переводить так, «делайте учеников из всех народов». И проповедуйте крестя во имя Отца и Сына, Сятаго Духа, и уча соблюдать все, что я заповедовал вам. И потому вот мы возвращаемся к этой новой заповеди и заповеди Христовой, «Да любите друг друга». И затем он обещает, «Я, и вот я с вами во все дни до скончания века». И вот с этим и заканчивается Евангелие от Матфея. Вот это «я с вами во все дни до скончания века». Надо еще понять, что в библейском языке «Я с вами» – это само имя Бога. Вот пророки говорили, что Мессия будет носить имя Эммануил, потому что это Эммануил означает «с нами Бог». Вот «я с вами во все дни» означает «я есть тот Мессия, которого все ждали». Христианство распространяется очень быстро, и к тому есть доказательства исторические, их очень много. Мы читаем, скажем, апологетов, то есть авторов христианской литературы, вот древней христианской литературы, второго века, допустим, и читаем, как они удивлялись, что вот так быстро они распространялись. Вот Тертулиан, например, который действительно жил во втором веке, написал так, что вчера нас еще не было, а сегодня мы уже заполнили все места, города, острова, крепости, дома, собрания и так далее. Отец Александр Мень в последних словах, скажем, эпилоге своей книги «Сын человеческий» написал так, «Пронеслись века, возникали и рушили империи, гибли цивилизации, военные, политические, социальные перевороты меняли самый облик земли, но церковь, основанная Иисусом Назаряниным, возвышается, как скала среди этого клокочущего моря». Вот еще отец Александр написал о том, что христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих от рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов и так далее. И дальше он пишет, «В каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытые в нем неистащимые импульсы к творчеству». Еще написал, что когда оказалось, грехи христиан, распри, расколы, порой ставили под удар само существование церкви, она все-таки выдержала все исторические битвы и кризисы. И он комментирует еще, «Тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же». Да, потому что церковь есть вот это присутствие самого Христа. И это самое важное, вот, как я уже сказал, самое сжатое, самое короткое определение о том, что такое церковь. Апостоли проповедуют, и вот их сопровождает воскресший Христос и Дух Святой. Вот тот самый Дух, о котором написано, что дышит где хочет. Дух, который расшатывает, который ломает все барьеры. И это чрезвычайно важно. Все-таки в этом мы с самого начала видим различия христианства от юдаизма, например. Потому что христианство с самого начала обращается ко всем народам. Хотя Христос своим ученикам говорил о том, что они должны прежде всего проповедовать действительно юдеям, но все-таки мы знаем, что с самого начала они обращаются, безусловно, преимущественно с начала, по крайней мере, к юдеям, но очень скоро обращается и ко всем, не только к юдеям из диаспоры, к тем, кто имел какие-то корни этнические, только юдейские, но, допустим, не очень посещал синагогу, допустим, и так далее. Но обращается именно ко всем, при том сами апостолы, Петр, Павел и так далее, к людям, которые не имели даже никаких юдейских корней. Мы видим, что Петр бывает у римского сотника, Корнилия, мы видим, что в Антиохии проповедуется христианство с самого начала, и вот там первая христианская община, Антиохия, между прочим, это место, где христиане впервые были названы вот этим именем. Вот эта община состояла не только из евреев, но в том числе и из язычников, которые примкнули к церкви. В этом, конечно, очень большую роль будет играть апостол Павел и его помощники Варнава и другие. Церковь считает себя новым Израилем, то есть новым народом Божиим, совершенно независимо от национальности ее членов. И это для нас очень важно понять, потому что наши православные церкви имеют довольно сильный национальный характер. Они поместные церкви. Русская православная церковь, болгарская православная церковь, сербская православная церковь. И это очень хорошо. Это говорит о том, что церковь и христианство сыграли важную роль в становлении этих народов, в, если хотите, самосознании этих народов и, естественно, в рождении их литературы, языка и так далее. И это все правильно. Но церковь по определению находится над национальной принадлежностью. Вот даже каждая из наших церквей национальных, вот она, русская православная церковь, но кроме того, что ее территория, даже каноническая территория, это не только Россия, не только Российская Федерация, но Белоруссия, Украина, Молдавия и так далее. Но она проповедует во всем мире. Наши приходят, находятся во всех странах мира и во всех странах есть люди, которые обращаются к Христу, к церкви, в том числе становятся членами русской православной церкви, не имея никаких русских корней, вот как, например, я. Это чрезвычайно важно, потому что церковь никогда не может полностью отождествляться с каким-то народом. А это чрезвычайно важно нам запомнить и правильно понять, потому что сегодняшняя какая-то псевдопатриотическая идеология, которая распространяется именно в последние 2-3 года в России, она такая вещь достаточно опасная, потому что бывает определенная путаница. Да, мы все православные, потому что русские, и русские, потому что православные, православные, потому что русские и так далее. Но жить по Евангелию – это свободный выбор каждого человека, и это означает просто определенный стиль жизни, определенный образ жизни и не только национальная принадлежность. Мы с вами видели, много раз повторяли в других занятиях о том, что вот в Ветхом Завете пророчествуется Царство Небесное, что земная жизнь Христа, если помните, начало его проповедь, начало проповедь Иоанна Крестителя, а потом начало проповедь самого Христа, о том, что близко Царство Небесное, что вот приближается или наступило, а потом Христос говорит, Царство Небесное посреди вас есть, то есть уже как бы наступило и так далее. Понятно, что это Царство Небесное в полноте будет только в конце времен, так называемой паруси, то есть когда Христос, воскресший Христос, вернется. И тогда что у нас сейчас? У нас сейчас, если хотите, предвкушение этого Царства Небесного и есть Церковь. Церковь в каком-то смысле это икона Царства Небесного. И мне кажется, это очень важный образ и очень интересный, потому что, когда мы смотрим на любую икону, мы можем узнать Святого, которого написан, скажем так, изображается на иконе, потому что у него есть какие-то характеристики. Святитель Николай, допустим, Серафим Саровский, Матрона Московская и так далее. Вот то же самое, эта икона Церковь имеет какие-то определенные черты, по которым мы можем ее узнать. Каковы эти черты? Мы о них говорим в символе веры, когда мы говорим верою во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Вот это они и есть главные черты Церкви. Она едина, святая, соборная и апостольская. Ну, скажу сразу, что Церковь, как мистическое тело Христа, она действительно всегда единая, несмотря на то, что, увы, христиане, те, которые исповедуют Иисуса Христа Спасителем и Господом, они разделены между собой, потому что существуют разные церкви. Но Церковь с большой буквы, как мистическое тело Христа, она остается единой, несмотря на это. И так, каждый, вот это, каждый прилагательный из этих четырех, святая, например, Церковь святая, а мы с вами пока не совсем святые. Мы к этой святости всей Церкви только идем. и, увы, находимся достаточно далеко, потому что каждый, каждый из нас, если думает о себе, мы все понимаем, что мы уж не совсем еще святые. И так далее. Для этого может быть нам помогут два места из двух посланий апостола Павла Коринфьянов, из первого послания, где апостол говорит так, «Бог, дабы посрамить мудрых, избрал не мудрое этого мира, а слабое этого мира избрал Бог, дабы посрамить сильное». И то, на что мир смотрит свысока, что он презирает, даже считает несуществующим, Бог избрал, дабы ни во что обратить существующее, чтобы никто не возносился пред Богом. Вот очень часто мы удивляемся, а как же в Церкви бывают, не знаю, ссоры, скандалы, или люди, которые не совсем хорошие, и при том среди, в том числе, и среди духовенства и так далее. Увы, это ужасно, и это смущает многих людей. Но не надо забывать эти слова апостола Павла. А другая цитата, это из второго послания апостола Павла Коринфианам, где апостол говорит, «Сокровище это мы носим в хрупких глиняных сосудах, чтобы ясно было, что эта сила это все превосходящее не нам принадлежит, но Богу». Это тоже очень важное место. Вот есть очень ценное содержимое – наша вера. Есть и сосуд, который хрупкий, это мы сами. Давайте мы быстренько, потому что я помню, что мы уже один раз об этом говорили, верно, об этих четырех прилагательных. Говорили? Никто не помнит. Хорошо, но я постараюсь все-таки об этом быстро напоминать. вот, например, веру во единую Святую Соборную Апостольскую. Апостол Павел написал Эфесианам, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяком смиренно мудрим и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Вот так апостол понимает церковь, вот почему она, собственно, единая, потому что один Господь, одна вера, одно крещение и так далее. Напоминаю, что одна из последних молитв Христа к Богу Отцу перед тем, как быть распятым, это мы находим в Евангелии от Иоанна, когда он молится так, да будут все едино, как ты очень во мне и я в тебе, так и они, имея ввиду учеников, да будут в нас едино. Поэтому единство верующих, единство учеников, единство христиан, это чрезвычайно важно, то, о чем молился Христос. В этом смысле церковь едино она и нераздельна, и неразделима. Я не буду сейчас говорить о том, какие были расколы в церкви, потому что время не позволяет, и еще потому что я об этом читаю целый курс по пятницам вечера, поэтому это сейчас просто нереально. Но вот как быть, раз церковь едина, а все-таки существуют разные церкви, почему есть, ну, не знаю, допустим, царабряцы, почему есть католики, протестанты и так далее, и в каких мы с ними отношениях. Вот здесь очень важно исходить из документов, например, есть очень важный документ, который называется «Основные принципы отношения русской православной церкви к инославию», этот документ принят юбилейным собором, юбилейным архиерейским собором в 2000 году. В этом документе сначала говорится о том, что православная церковь есть истинная церковь Христова, создана самим Господом и Спасителем нашим, она утвержденная и исполняемая Духом Святым, это церковь, о которой сам Спаситель сказал, «Создам церковь мою и врата ада не одолеют ее», она и есть единая святая соборная апостольская церковь. Вот в этом смысле православная церковь, все православные церкви вместе взяты, как единая церковь, они смотрят на других церквей, неправославных, как на отделившихся от единой церкви. Но вот в этом же документе написано, несмотря на разрыв единения, остается некое неполное общение, служащее залогом возможности возвращения к единству церкви, в кафолическую полноту единства. Вот это слово кафолическое есть оригинал греческое слово, которое мы читаем в символы веры, когда говорим веру воедину, святую, соборную, вот это соборное по-гречески будет кафолике, да, то есть вселенское, если хотите. безусловно, в диалоге с инославием есть некоторые церкви, которые нам ближе, чем другие, ну, скажем так, безусловно, старобрядцы, допустим, и безусловно, древние церкви Востока, такие, как, не знаю, армянская церковь, ассирийская, сирийская, коптская и так далее, они довольно близки к православным церквам, также довольно близка католическая церковь, немножко дальше стоят православные, протестантские, простите, церкви, традиционные православные, то есть древние протестантские церкви, они, наверное, ближе к нам, чем самые, скажем так, современные церкви, те, которые на сегодняшний день называются free churches, да, почему, потому что, скажем, есть церкви, с которыми мы разделяем, мы понимаем одинаково таинство, например, есть церкви, которые никаких таинств не признают, или признают только три таинства, например, большинство протестантов, есть церкви, которые сохранили апостольской преемственности, что это означает, что их, во-первых, их структура, она фактически такая же, как в православной церкви, то есть, есть епископ, священник, диакон, миряне и так далее, вот эта схема, она сохранена, как была в первых веках истории церкви, а есть церкви, где вот этой иерархии нет, есть церкви, которые сохранили не только эту структуру, но именно апостольской преемственности, то есть, их епископы, они получили рукоположение от других епископов, если смотреть назад и назад и назад в истории, мы можем дойти до апостолов, так считается в православной церкви, в восточных православных, так называемых восточных православных церквях, а также в католической церкви. В протестантских церквях это не совсем так, поэтому вот эти церкви неправославные, инославные, они находятся по отношению к православной церкви в разной, скажем так, отдаленности, да, вот в этом документе, который я уже процитировал, написано так, церковное положение отделившихся церквей не поддается однозначному определению, так же написано, православная церковь подходит к инославным конфессиям дифференцированно, критерием является степень сохранности веры и строя церкви и норм духовной христианской жизни, и так далее. Но вот это в том, что касается единства церкви и я еще хочу добавить, что не надо путить все-таки церкви с сектами, есть определенные критерии, которые должны соответствовать именно церкви и которым не соответствуют секты. Есть нехристианские секты, есть околохристианские секты, ну понятно, что, не знаю, свидетели Иеговы, Харе Кришна, Нью Эйджи и так далее, они стоят все-таки очень далеко от православной церкви. Значит, а дальше, чем, допустим, протестанты, чем католики, чем древние восточные церкви и так далее. Понятно, что другие религии тоже еще дальше, наверное, стоят, правда, за исключением юдаизма, с которым у нас очень много общего, это понятно, весь Ветхий Завет, а также ислам, с которым тоже довольно много общего. Понятно, что индуизм и буддизм, они все-таки еще стоят дальше от православной церкви. Но, сказав это, очень важно подчеркнуть, что православная церковь ведет диалог со всеми, именно со всеми-всеми, то есть со всеми церквами, со всеми христианами, с теми, кто исповедует другие религии и так далее. А этот диалог чрезвычайно важная вещь. Вот сейчас в православной церкви, например, слово экуменизм воспринимается почти как ругательство и как обвинение, а на самом деле, если это слово под этим иметь в виду стремление к диалогу, то это не только абсолютно православная вещь, но необходимая вещь, потому что раз Христос молился, да будут все едино, все попытки как-то восстановить это единство, это, безусловно, правильно и православно. Далее, церковь единая, церковь святая. Но апостол Павел в разных своих посланиях метафорически описывает церковь как чистую деву, которая обрученная единому мужу Христу, написано, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна, не порока, ничего либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот о такой святости идет речь. вы знаете, что в наших богослужебных текстах прилагательное святое, слово святое относится ко всем христианам, потому что и апостол Павел так использует это слово, да, святые для апостола Павла это все верующие. И когда, допустим, при, например, малый вход, когда священник с диаконом входит через царские врата в алтарную часть храма и перед этим диакон говорит благослови владыка святой вход и священник говорит благослови вход святых твоих что за святые твои это все люди, которых изображают священник и диакон то есть как-то мысленно вместе с священником и диаконом все входим в алтарь вот святые которые входят это есть все мы то же самое когда перед причащением последний возглас священника это святая святым имеется ввиду святая это множественное число среднего рода то есть святые дары все что святой дается святым а вот эти святые опять-таки это мы с вами то есть все верующие но еще не буду в очередной раз говорить о том как вот мы увы далеки от святости и тем не менее Господь к этой святости нас призывает и потому призывает нас к себе в том числе к принятию таинств еще очень быстро хочу напомнить о том что есть разные притчи и вот почитайте дома вот как домашнее задание 13 главу евангелия от мотфея там найдете множество притч которые почти все говорят о церкви вот первое из них вот вышел сеятель сеять и когда он сеял некоторые семена упали при дороге прилетели птицы поклевали их другие упали на камень и так далее другие среди тернии и так далее да вот это действительно церковь то есть мы все получили благою весть мы все знаем о том что Христос воскресе мы все хотим участвовать в жизни церкви но мера как сказать нашего участия меняется в зависимости от нашего состояния духовного другую притчу например когда Господь говорит подобно Царства Небесного человеку посиявшему доброй семе в поле своем а когда люди спали пришел враг и посеял между пшеницей плевели ну и помните и эту притчу я думаю да о том как вот рабы говорят ну давай мы сначала соберем плевели а он говорит нет нет оставьте пусть растут вместе только вот перед урожаем я попрошу вот отдельно и так далее это притча которая метафорически изображает нашу жизнь в церкви вот почему бок о бок живут люди совершенно разные люди удивительной святой жизни и люди в общем-то довольно порочной жизни это вполне нормально об этом говорит Господь в этом в этой притче или допустим потом когда говорит что царство небесное подобно сокровищу скрытому на поле который найдя человек утаил от радости о нем идет продает все что имеет покупает поле а потом вот берет вот это сокровище вот то же самое об этом идет речь о церкви именно церкви это вот это поле вот иногда на этом поле не все так приятно но мы знаем что в нем находится сокровище дальше царство небесное подобно большой сети закинуть в море и соберевшие рыб всякого рода когда она наполнилась ее вытащили на берег и сев рыбаки собрали хороший в сосуде плохой выбросили обратно вот это действительно так происходит я родился на берегу моря много раз видя своими глазами вот эту сцену как рыбаки вот сортируют рыбу мелкой они обратно выбрасывают в море по вам сказать гуманным соображениям чтобы эта рыба тоже росла и так далее да а вот крупную они оставляют продают и так далее вот то же самое и эта притча нам говорит о том как функционирует церковь так единая святая соборная вот это как я уже сказал это прилагательное в греческом оригинале звучит как католике означает вселенская или если хотите всеобъемлющее апостол Павел сказал послание галатам все вы сыны Божьи поверивая Иисуса Христа все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись и нет уже иудея не язычника нет раба не свободного нет мужеского пола ни женского ибо все вы одно во Христе Иисусе вот несмотря на как я уже сказал национальный характер поместных православных церквей церковь она открыта для всех и обнимает и должна обнимать всех притом притом не только скажем простите русских нерусских да а людей вот самых разных например очень важно чтобы в церкви были люди склонны скажем так к консерватизму вот консерваторы были другие люди более склонны к другим позициям да церковь не монолит церковь предполагает многообразие вот когда в церкви присутствует только одна группа церковь задыхается апостол сказал что надлежит быть между нами разномыслия и последнее прилагательное апостолская в единую святую соборную и апостолскую церковь апостолская она называется не только потому что она вот мы здесь находимся мы с вами находимся здесь в результате проповедей апостолов да но еще и потому что как мы получили скажем так эстафету веры мы должны передавать следующим поколениям вот это тоже чрезвычайно важно и это тоже касается апостольской апостольского характера церкви очень очень важно поэтому в церкви думать думать не только о тех вот мы молимся например усопших это очень важно да также о здравии вот тех сказать всех нас наших родственников и так далее но также важно чтобы церковь смотрела и на будущее чтобы церковь была способна именно передавать эстафету веры например чрезвычайно важно проповедовать молодежи детям и так далее вот это что касается вот этих четырех прилагательных которые мы читаем в символе веры единая святая соборная и апостольская теперь еще хочу сказать что существует церковная структура строй церковная существует определенная иерархия в церкви церкви мы все равны в церкви не должно быть никаких дискриминаций не только по национальному принципу по половому принципу по какому угодно да но понятно что наши служения разные как и различные есть и дары вот апостол Павел говорит вы тело Христово а порозни члены иных Бог поставил в церкви во-первых апостолами во-вторых пророками в-третьих учителями далее иным дал силы чудодейственные также дары исцеления вспоможения управления разные языки а потом он задает риторические вопросы все ли апостоли все ли пророки все ли учители все ли чудотворцы все ли имеют дар исцеления все ли говорят языками все ли истолкователи и так далее вот а потом уже апостол говорит ревнуйте о дарах больших и я покажу вам путь еще превосходнейший и после этого в 13 главе первого послания апостола Павла Коринфианом мы читаем гимн любви что вот главный главный дар главный путь для христианина это именно любовь это место из послания апостола Павла чрезвычайно важно потому что мы видим что например вот это есть разные как бы дары есть пророки есть кто совершает чудеса дар исцеления и так далее и среди прочего дар управления не на первом месте а вот среди прочего очень часто к сожалению мы совершаем одну ошибку что даже когда используем слово церковь очень часто имеем ввиду всего лишь маленькую часть церкви имеем ввиду церковную иерархию часто люди используют слово церкви имеем ввиду просто церковную иерархию допустим епископат патриарха и так далее здесь важно понять что церковь это прежде всего все мы с вами то есть все верующие весь народ божий а вот уже иерархия это как вам сказать это как скелет мы не видим скелет без скелета тело не держится но мы его не видим вот то же самое в теле церковном вот церковная иерархия это то что поддерживает если хотите все церковное тело но это не все тело мы состоим не только из скелета если мы изучаем историю церкви видим что фактически с первого века во всяком случае со второго века есть именно свидетельство об этом о том что уже существовала некая структура церкви вообще-то мы это видим даже если читаем евангелие потому что все-таки господь выбрал двенадцать учеников вокруг себя и вот жизнь этих двенадцати отличалась от жизни других последователей Христа поэтому видимо какая-то определенная структура и в том числе иерархия она действительно необходима она по воле Божией мы видим что со второго века главная структура церкви вот православная церковь какая существует до сих пор она уже была во втором веке потому что такие церковные писатели как Игнатий Богоносец как Тертульян как Ирина Ильонский вот во втором веке и даже в первом веке Климент Римский они фактически нам читая их сочинения мы видим что церковь уже жила и имела примерно такую же структуру как на сегодняшний день да принцип такой что во главе общины стоял епископ правда в первом и втором веке слово епископ и слово пресвитер пресвитер означает священник они еще используются как синонимы почему потому что в каждом городе был один епископ вот во главе каждой общины в каждом городе была одна община и был один епископ а как только церковь распространяется и число верующих становится все больше и больше конечно в одном городе была не одна община да и так далее и потому все-таки оставался епископ как главный местной общины и пресвитер это уже человек который по его рукоположению после его рукоположения помогал епископу также мы видим что дьякон это человек который также помогает сначала он помогает епископу а потом уже помогает священнику да если хотите священник это человек который может служить почти все таинства но по скажем так благословению епископа когда священник служит прежде всего божественную литургию то есть евхаристию он служит от имени епископа и потому даже все диалоги которые например между священником и диаконом во время богослужения диакон обращается к священнику называя его владыкой вот как обычно обращается обращаемся к епископу потому что священник служит все таинства от имени епископа который его рукоположил почти все таинства потому что священник например не может рукоположить другого священника это может делать только епископ а диакон изначально был помощником епископа а потом по мере того как церковь стала развиваться и появились пресвитери которые вот и диаконы стали помощниками и священников тоже диакон не может сам служить совершать таинства это разница поэтому если хотите полнота священного сана имеет только епископ священник имеет почти полноту потому что может служить почти все таинства а диакон может помогать епископу или священнику совершать таинство все остальные как вы сказали ступени церковной иерархии они чисто организационные ну например кто такие митрополиты архиепископы патриархи и так далее они епископы только в зависимости от важности их кафедры вот мы знаем что в какой-то момент когда церковь стала действительно распространяться все больше и больше скажем назначался епископ главного города носил титул митрополит и ему фактически подчинялись другие епископы этой же области но которые были во главе более маленьких кафедр или менее значительных кафедр менее древних и так далее но фактически митрополит архиепископ и даже патриарх в православной церкви это просто епископ патриарх это епископ который во главе других епископов также остальные и подиаконы панамари и так далее это люди которые помогают при совершении богослужения но не имеют священного сана территориально церковь делится на епархии или архиепархии метрополии и так далее но это уже чисто административная структура если чисто сильно упрощая как сказать выразить как выглядит структура православной церкви скажем так тоже сильно упрощается и сравнивая со структурой католической церкви допустим католическая церковь себя представляет пирамидой где во главе всего Папа Римский как главный из епископов потом ему подчиняются епископы епископам подчиняются священники и так далее вот именно пирамидальный такой строй чисто так но это я повторяю сильно упрощая теоретически православная церковь это перевернутая пирамида потому что последняя высшая скажем власть имеет весь народ и потому наиважные самые важные решения о церковной жизни может принимать только поместный собор то есть каждая православная церковь она есть она автокефальная она совершенно автономна и имеет право на все самостоятельные решения вот это решение если они самые-самые-самые важные принимаются всей церковью через поместный собор потом чуть ниже есть так называемый архиерейский собор то есть собор где участвуют все архиереи все епископы еще в каком-то смысле ниже есть священный синод который группа из епископов которые управляют церковью между собраниями архиерейского собора и патриарх он старший если хотите или примус интер парис то есть первый среди равных среди всех епископов и он возглавляет как поместь собор когда он жив так и потому что поместь собор больше всего собирается для того чтобы избрать снова патриарха тогда значит патриарха нет но если допустим собирается при жизни патриарха то патриарх возглавляет поместь собор также возглавляет архиерейский собор также возглавляет священный синод и так далее так я бы хотел сейчас так как наша тема сегодня это церковь и святой дух говоря об этом сказать несколько слов о том что мы имеем ввиду когда мы говорим вот мы читали слова апостола Павла о том что есть разные дары в жизни церкви вот дар по-гречески звучит харизма харизма это именно дар прежде всего дар от Бога и от Духа Святого харизма потом уже в церковном скажем так лексиконе используется уже специфическим смыслам да но например харизматической личности даже в светском светском языке да есть так называемые харизматы среди христиан то есть группа которая как сказать подчеркивает именно вот эти дары эти харизмы но прежде всего надо сказать что харизмы это вот эти дары от Бога это дары которые получают все христиане это не нечто как вам сказать из ряда вам выходящее а вот каковы дары Святого Духа это мудрость знаний умение различать духов это вера это может быть чудеса исцеления это может быть пророчество но к сожалению мы иногда вот это слово используем в немножко таком банальном значении но харизматическая личность он очень харизматичен вот мы это слово используем имея ввиду всего лишь что человек очень оригинальный допустим непредсказуемый и так далее получается что харизматичности иногда совпадает с чудачеством но это как вы понимаете не об этом идет речь в церкви да и немножко бывает что наши по преимуществу наши друзья наши братья сестры протестанты например пятидесятники это целая церковь которая подчеркивает именно пятидесятницу и потому дары святого духа вот в этом харизматическом движении они обращают внимание на такие вещи как говорить на незнакомых языках пророчествовать и так далее иногда используется еще выражение крещения духом святым который вообще-то взят из священного писания но здесь надо объяснить что для православной церкви крещение это всегда крещение духом святым это не нечто особое это просто таинство которое получает любой христианин и при том то что в православной церкви служится фактически одновременно и точнее последовательно сначала крещение а затем миропомазание а миропомазание есть печать дара духа святого да вот это нам показывает что все все христиане получают полноту этих даров от святого духа и как говорит апостол павел все мы одним духом крестились в одно тело и потому вот такая постановка что вот есть так называемое крещение духом святым и это нечто особое что получают только определенные люди и так далее это не совсем православная позиция еще хочу сказать что очень часто мы воспринимаем как вам сказать все божественное и и все чудесное как нечто странное это не совсем так вот как раз наша вера вообще христианская вера означает что бог становится человеком то есть он входит именно в обыденное именно в каждодневное вот христианская жизнь удивительно тем что мы живем самой обычной жизнью но живем ее проживаем ее с богом потому что сам бог иисус христос просто вошел в нашу обыденность вот это для меня лично например чрезвычайно важная тема потому что очень часто мы путаем мы думаем что вот христианская жизнь должна быть какая-то странная должны быть ну какие-то сплошные чудеса они действительно есть но они в каждодневной простой жизни чудо чудо это то что мы несмотря на то что мы такие слабые мы можем любить друг друга терпеть друг друга чудо это то что мы можем участвовать в божественной литургии мы можем причащаться и так далее вот это чудеса а не быть странными для меня это важная тема и вот чтобы с этим завершить вот призываю вам к тому чтобы читать вот эту 13 главу из первого послания апостола Павла Коринфианом вот это гимн любви где как раз апостол показывает если я даже и говорил на всех языках но не имею любви я никто если я способен совершать чудеса но не имею любви я никто вот что важно для христианина вот стяжать именно вот дух любви потому что это и есть главная заповедь как я уже сказал много раз в церкви есть разные служения забота о бедных болящих пожилых инвалидах сиротах и так далее это чрезвычайно важно и это именно характеризует если хотите христиан да так сейчас я бы хотел мы уже завершаем сегодняшнюю тему но перед этим я хочу сказать буквально еще одно слово о том что ну я постараюсь как можно короче потому что я помню что об этом точно мы уже говорили один раз о том что вот как мне кажется есть два способа видеть нашу веру христианскую нашу принадлежность к православной церкви да вот само слово мы православны значит мы правы мы уверены что мы правы и без всякого сомнения мы правы но правда из этого легко делать вывод раз мы правы есть люди которые не правы да и это все остальные и потому все что наше хорошо все что не наше плохо по определению получается все что не наше но не православно и не от бога вот отсюда какая-то странная позиция что например вся светская культура которая не православная она не наша и значит плохая нам не нужна вот мне в городе Брянск подарили такую брошюрку по названию православная физика и вот я недоумевал чем православная физика отличается от неправославной физики вот есть какие-то законы особые которые вот отличаются и так далее также есть православная математика есть православное кино православный балет и так далее. Это такая немножко банализация, как мне кажется. Да и кроме того, есть вот такая вещь, что получается, что мы понимаем себя, себя только в противопоставлении кому-нибудь. То есть нам как-то нужен, простите, некий враг для того, чтобы понять, кто мы такие. То есть наша самая идентичность зависит от того, что есть какие-то люди, которые ошибаются. И нам очень приятно, что они ошибаются, потому что означает, что мы правы. Но я, как вы понимаете, утрирую. Есть другая постановка. Мы правы и в этот раз. Но раз мы правы, мы эту нашу правду хотим нести всем. И потому другие, они не столько враги, сколько как бы объект нашей миссии. Те, к кому мы обращаемся для того, чтобы с ними поделиться этим сокровищем. Вот мне лично эта вторая постановка намного ближе. Потому что это означает, что тогда мы должны интересоваться жизнью, раз мы хотим, а не объект нашей миссии. Раз мы хотим их евангелизировать. Раз мы хотим им проповедовать. Мы, во-первых, должны говорить на понятном им языке. Мы должны разделить какие-то их ценности. Потому что невозможно вести диалог с человеком, когда ты его презираешь. Вот, для меня это чрезвычайно важная вещь. Вот в этом смысле, если так поставить вопрос, то мы можем мало того, что говорить на понятном языке, мало того, что уважать наших собеседников, мы можем найти очень много хорошего у них. И это хорошее у них для нас будет уже православное, если даже они этого не знают. Как часто есть замечательные писатели, которые пишут замечательную литературу, но они формально не члены церкви. Означает ли это, что то, что они написали, никакого отношения не имеет к церкви? Для меня это не так. Для меня все, что имеет что-то общее со справедливостью, братством, свободой и так далее, все это православно. Неважно, осознает ли автор или нет. Это уже второй вопрос. Вот любой, все прекрасное, все самое возвышенное, что творит человек, любой человеческое устремление к справедливости, прогрессу и так далее, все это имеет отношение к Христу и потому к церкви. Все это есть православное. И вот здесь и речь о границах церкви, которые не совпадают с тем, что мы видим. Церковь – это намного шире. Вот, например, для меня, как человек, который пришел в православную церковь в сознательном возрасте и абсолютно по свободному выбору, без всяких этнических корней, скажем, православного народа, для меня православие – это церковь миссионерская, которая не боится общения или диалога с кем бы то ни было, которая ведет диалог со всеми, с другими христианами, с другими религиями, со светской культурой и так далее. Это церковь, для которой важны эти слова апостола Павла. Для всех я сделал себя всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Напоминаю, что есть замечательная проповедь апостола Павла в афинском Ареопаге, вот, которая нам приводится в Деянии Святых Апостолов, где апостол Павел знал прекрасно культуру греков того времени, а это были язычники. Он знал эту культуру прекрасно, настолько, что, проповедуя им, он цитирует стихи языческого поэта, но использует это для миссии. Вот для меня пример православия. Больше всего, например, мне мешает, когда себе представляю православие, как некое музейное явление. Вот это, либо вот национальная идеология постсоветская, какая-то непонятная, либо это некая вот идеализация мифического прошлого. И вот неважно, то ли 19 века, то ли 11, то ли 4 и так далее. Но православие – это сегодня, это 21 век, это 22, я уверен, и так далее. То есть православие – это Христос Воскресший, а Он здесь и сейчас, Он современник людей всех эпох. И потому, конечно, я не думаю, что раз православный, значит, консерватор. Вот для меня ровно наоборот. Раз православный, значит, способен это православие нести всем. Потому не надо делить людей на своих и чужих. Как-то одних идеализировать, других демонизировать. Потому что это как раз не православная позиция. Последнее. И с этим мы заканчиваем. Мне кажется, как раз со временем правильно. Сильно сокращаю, но... Я бы хотел тогда, завершая сегодняшний разговор о Церкви и Святом Духе, процитировать слова, которые написаны во II веке. Вот среди памятников раннехристианской письменности есть такое письмо Диагнету. Мы не знаем, кто автор этого письма. Это анонимный автор, то есть нам не знакомый автор, кто пишет некому Диагнету и пишет о том, как живут христиане. Вот это для меня чрезвычайно важно и актуально. Написан во II веке. Христиане, говорит автор, не отличаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни одеянием. Однако, проживая в греческих, то есть эллинских и варварских городах, они являют парадоксальное устроение своего житья. Это буквально цитата. «Они обитают в своем Отечестве, но как пришельцы». И тут надо здесь объяснить, что древности пришельцы, то есть иностранцы, не имели никаких прав. То есть человек, который жил далеко от своей родины, от своих родных и так далее, действительно был лишен всех прав. Вот когда автор говорит так, они обитают в своем Отечестве, но как пришельцы, то есть как иностранцы, как люди, которые не имеют права. «Они участвуют во всем, как граждане, но терпят все, как чужеземцы. Всякая чужбина им Отечество, и всякое Отечество чужбина. Во плоти они пребывают, но не по плоти живут. На земле находятся, но на небе жительствуют». Даже точнее, вот буквально, «эн урано полютеунтай» означает, они являются гражданами неба. «Они подчиняются установленным законам, но своей жизнью они превосходят законы. Они любят всех, но всеми преследуются. Незнаемы, но осуждаемы, умершвляемы, но оживотворяемы. Они нищенствуют, но обогащают многих, всего лишены, но во всем изобилуют». Вот мне кажется, когда Христос сказал, что христиане в миру, но не от мира, вот именно это имел в виду. Прошло всего лишь два века, и вот кто написал эти удивительные слова, он действительно понял, кто такие христиане. Вот, друзья мои, 22 век христианской истории, и мы живем в христианской стране, слава Богу. Но вот эти слова чрезвычайно важны и для нас. Не забывайте о том, что вот мы здесь, но мы вот граждане небес, как вот буквально говорит автор вот этого письма. Все, я думаю, на сегодня достаточно. Спасибо.